Здравствуйте! Приветствую вас на канале Мой Сад. И сегодня я вернулась из магазина семян. И хочу с вами поделиться с моими подписчиками теми семенами, которые были сегодня приобретены. Но в основном эти эксклюзивные сорта, которые я долгое время искала. И наконец-то тут их нашла. Ну, может вы со мной не разделите мою радость. Возможно, потому что многие любят красные крупные мясистые, низкороцкие, за которыми ухаживать особо не нужно. Но не знаю. Я хочу попробовать. Почему? Если это есть. Если селекционеры вывели такие сорта, они же старались для нас, для кого-то. Ну, наверное, таких, как говорится, цветанутых и овощенутых людей, как я. Я приписываю себя тоже к таким. Итак, любозелена. Вот. Если кто-то когда-то выращивал такие сорта, вот, которые я сейчас буду озвучивать, я прошу вас поделитесь информацией. Ну, в основном, вот, среднерослое растение, полтора метра. Рекомендуется для использования в свежем виде. Масса 250 грамм. И он средне ранний. Я не знаю. Мне хочется оценить вкус. Сейчас что я вам могу сказать? Я вам могу только сказать название. Могу показать картинку вам. Но как он проявит именно в наших условиях, не знаю. Может, он на юге. Вот, изумрудное яблоко себя хорошо ведет. Ну, много наслышано о нем. И учитывая предыдущий опыт насчет желтых, черных сортов и гибридов томатов, Я скажу, что нисколько не пожалела, когда вырастила из таких семян прекрасные, вкусные, ароматные, бесподобные помидоры. Поэтому и сейчас я стремлюсь к этому. Классика как-то уже приелась. Да, бычье сердце всегда даст свой урожай. Но все-таки вот, малахитовая шкатулка. Это с прошлого года пачечка. И сегодня я просто вот покажу вам, что есть вот такой желто-зеленый сорт. Я собрала. Это сорт. С него можно собрать было семена. Я собрала свои семена. Дальше. Поиск предлагает нам такой медовый салют. Может тоже кто-то его выращивал в защищенном грунте. Но в основном вот крупноплодные вот такие томаты желательно выращивать в теплицах. Потому что они в основном индетерминатные, имеют неограниченный рост. Высота до двух метров достигает. И вот, и масса у них тоже немаленькая. До 800 грамм. Медовый вкус. Отлично подходит для нарезки. Ну, для салатов подходит. Ну, я думаю, для сока они тоже очень-очень подойдут. Вот. Ой. Прям вот смотришь и все. Думаешь, когда же такое у тебя тоже вырастет. И медово-розовый. Тоже шапочка вот такая красная у него. Сочетание розовых и желтых томатов. То есть вот такой томат, он сочетает с собой вкус от желтых томатов и от розовых. Диетические свойства он дает от желтых томатов. Похоже на красивые экзотические фрукты. И вкус томатов сладкий, сахаристый. Вот. И содержит низкое количество пауриновых кислот. Так. И вот поразили меня еще такие сорта, как шоколадное чудо. Урожайная вкуснятина. Сипсат. Предлагает такие помидорки. Тоже высокая. В защищенном полтора метра. А в открытом 8 сантиметров. 250-400 грамм. Среднеранний сорт. И с крупными плодами цвета молочного шоколада. Но урожайность вот невелика. 6 килограмм с одного квадратного метра. То, что написано. По крайней мере на других пакетах. Но у нас, конечно, в нашей климатической зоне. В условиях Западной Сибири. Дай Бог. Вообще. Хоть бы 2-3 килограмма выросло. Мы будем уже очень счастливы и рады. Так. Далее. Черный принц. Я взяла, потому что у меня бабуля его садила. Я хочу вкус детства ощутить. Не знаю. Вот. Поэтому я его взяла. Вот именно вот такие помидорки были у нее. Лукошки, так сказать. Осенью. И мы их брали. Они небольшие. 170. Так. 200-300 грамм. А 170-180 сантиметров высотой. Высоту-то они не маленькие, конечно. А по весу, ну, не крупные, я бы сказала. Для консервации подойдет. Для употребления в свежем виде. Да. До консервации, наверное, он не дойдет. Этот черный принц. Потому что он очень вкусный. Если Сидек не подведет. Потому что Сидек уже не раз подводил. Поэтому, ну, боюсь. Но другой фирмы я почему-то не увидела его. Жженый сахар. Карамель в скобках. Сахаристый сорт. Отлично подходит для консервации. Высота. От 100 до 120 сантиметров. И масса. От 100 до 180 грамм. Если вот сейчас вы со мной смотрите эти томаты. Вы все-таки предпочитаете особо не заморачиваться. Чтобы они были у вас 50-60 сантиметров. Без посынкования. Невысокие. Ну, вкус особо не будет отличаться. Я вам сразу говорю. Если вы особо усилий к этому не приложите. Есть такие сорта томатов. Ссылочку я вам оставлю внизу под видео. Потому что у меня уже обзоры есть на такие сорта. Которые не требуют посынкования. Но вот сегодня мне прям захотелось. Вот. Иметь в своей коллекции. Вот такие сорта томатов. И последний. Амурский тигр. А Элита его выпустила. Мясистые, сочные. Красивая краска. Вот прям хочется. Тарелочку нарезать именно таких. Или собрать ведерочко именно таких томатов. Почему бы нет. И поделиться потом с вами своей радостью. Масса 150-200 грамм. Индетерминатная. Высота до 2 метров. Он высокоурожайный сорт. Для пленочных, теплиц, открытого грунта. Рекомендуется и там, и там. И все это у меня получилось. Сорта. Они гибриды. Значит с них можно будет собрать потом урожай семян еще. Чтобы потом на следующий год уже не разоряться по приобретению семян. Дети, конечно, у меня оценят все вот эти вот яблочки, шкатулки, принцев, чудо, тигров, сахаров, карамелек. И мы с вами обязательно осенью вместе продегустируем вместе с моими малышами. Как вкусные они будут или нет. Но кроме томатов, вот в этом видео все-таки хочу немножечко вот овощей добавить. И, конечно, будут еще обзоры на овощи, на другие. Просто томаты мы выращиваем все и поголовно, и в разном виде его употребляем зимой, и летом, и осенью, и всякое разное. Ну вот сегодня увидела белого ангела. Гавриш не удержалась. Огурец. Интересно. Это корнишоны без опыления. Очень интересно. Какие они будут? Будут ли такие, как на картинке, или нет? Белого цвета. Длиной 6-8 см. Масса 60-70 г. С редкими бугорками. Одна-две завязи. В пазухах листьев. 50-55 дней. Среднеспелый. Зазулю. Не знаю. Я этот запах огурца, наверное, от любого отличу. Потому что зазуля для меня это все. Любовь на всю жизнь. Он очень хрустящий. Для засолки не очень подходит. И то я все-таки умудряюсь его консервировать. Можно сейчас в феврале, как оконный, посеять. Это у нас гибрид. Его пчелами не нужно опылять. Поэтому на окно бывало у меня годы, когда я в феврале месяце его высевала. И уже там в мае, в конце апреля мы кушали свои огурчики с окна. Но сейчас, извините, у меня занято все вегетативной петунией и другими растениями. Гибискусы целых коллекция. Пеларгонии. Поэтому огурцы пока подождут до теплицы. В теплицу переезжаем в марте месяце. И в теплице, я думаю, мы там уже огурчик этот, зазульку посеем. Так, северянин, баклажан. Захотелось тоже приобрести его. Вообще не нашла я из русского огорода король севера. Больше всего из всех баклажанов, когда я когда-то в жизни только села, это был у меня король севера. Именно для нашей климатической зоны, как говорю. Показал себя с лучшей стороны. Ретис, тарзан в том году. Ой, так понравился, что он не зацвел. Мне прям так легко на душе было. И селеста еще могу порекомендовать. Это из моего личного опыта я вам сейчас рассказываю. Есть много других сортов. И делитесь, пожалуйста, в комментариях, какие редисы, огурцы, томаты вам нравятся.